Дорогие друзья, мы начинаем нашу передачу «Последнее поколение», как всегда в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Давид Литвинов, Юрий Эхтер, я Семен Винокур и мы разбираемся, что же такое «Последнее поколение», что это, как мы его можем достичь, какие мы шаги должны сделать и вообще масса вопросов по этой работе Баля Сулама, последней, которую он написал в своей жизни, записки короткие. Короткие записки вызывают огромное количество вопросов. Да, потому что мы пришли, в общем-то, к этому состоянию, видим его уже зарождающимся сегодня. И поэтому нам очень интересно, как можно глубже понять, хотя довольно трудно раскрыть эти короткие записи и по ним составить какое-то общее впечатление, фундаментальное, серьезное, обобщающее о том поколении, в которое мы входим. Это не Х, не З, не Вай, и это что-то другое, которое не будет определяться там всякими этими покемонами, я не знаю, чем там. Летающими женщинами, всякими мужчинами голливудскими. Да, действительно. А будет что-то такое совершенно иное в складе человека, в его мышлении, в его видении мира. Он будет смотреть изнутри себя другими глазами. Вот ты смотришь, чем занимается человечество. И вот смотришь на Баля Сулама, который вот эту, знаете, эту глубину такую... Просто смотрит вперед. Смотрит вперед. Да, и не так вот вперед, как историки там или там философы. Именно. А через верх. Вот через верх, если сказать, мы до этого говорили, как бы и Баля Сулама это раскрывает, он говорит, что раскрытие Творца будет основной целью этого общества. Да, этим будут заниматься люди, потому что все остальное практически работу, как мы говорили, уже не раз будут выполнять машины. И сегодня это уже начинает буквально... Реализовываться. Да, реализовываться полностью, да. Дальше говорится, что, в принципе, будет это происходить за то, что за счет того, что закон, который объединяет будет людей, будет закон возлюбие ближнего, как самого себя. Это, естественно, закон природы, который в конце концов будет проявляться даже в человеческом обществе. И благодаря этому закону будет притягиваться свет, возвращающий к источнику, то есть тот, который будет... Люди будут проявлять силы, притягивающие свет к источнику. Это очень сложно. Да, и вообще, это такие фразы... Это анахронизм, в общем. Лучше не употреблять это. Вот можете вы эту фразу тогда раскрыть? Конечно. Просто люди будут возбуждать такие силы природы, которые скрыты сегодня еще от них. И эти силы, они соединят человечество, вот как кубик Рубика, да, там, или что-то вот, соединят его в такую систему, которая будет интегральной, глобальной, взаимосвязной, взаимодополняющей, круглой. То есть человечество будет притягивать эти силы? Человечество будет притягивать к себе эти силы своим устремлением к ним. И таким образом оно будет само себя поддерживать и развивать за счет этих сил. Эти силы существуют в природе, просто они за ненадобностью нашей, глупой, сегодняшней, они не влияют на нас так явно и не проявляются в нас. Но вследствие нашего развития, разочарования в своем развитии, мы будем все время больше и больше обращаться именно к таким вот силам природы. И в итоге будем преобразовываться, что называется перевоспитываться. Мир номер был построен на том, что мы обладаем какой-то силой, мы можем что-то сделать. Мы видим, что никакой силы особой мы не обладаем, никакими особыми способностями не обладаем. Даже если у нас и проявляются способности выше животных, то мы их все равно не сводим на уровень животного желания и животного употребления, и не более того. То есть для того, как устроиться в этом мире, мы их приводим к этому все. Да, то есть все человеческое, что может быть достигнуто, действительно, полет мыслей, желаний, мечтаний, идей, все это в итоге оказывается на уровне пищи, секс, слава власти и времяпровождения. То есть Бааля Салам все время говорит, как подняться из этого мира. Последнее поколение – это подъем из этого мира, он говорит. Это понять миру невозможно, пока он карабкается и занимается в своей песочнице. Нет, пока мир этот все-таки не разочаруется в том, к чему он приходит. То есть, в принципе, сегодня мы находимся на последнем этапе нашего эгоистического развития, которое должно показать нам окончательное разочарование в этом эгоизме и вообще в том, что мы можем из себя самих породить. Я хотел бы зачитать сейчас, да, ребят, если зачитаю, или как я… Да, тут есть интересная цитата Бааля Саляма во второй части. Он говорит о том, что в последнее поколение будет отрицание всех существующих ценностей. Потому что существующие ценности – это компромиссы с мерами эгоизма или страны, или работника Творца. А я говорю, что он пишет, я говорю, что всякая мера эгоизма порочна и вредна, и нет иного порядка, кроме альтруистичного, по отношению к индивидууму, и к обществу, и к Творцу. Да. Такое утверждение, такое… Абсолютно простое, четкое и сторононаправленное. Но человек должен дойти до этого, в принципе. Ну, слушай, есть люди, которые до этого дошли уже, есть люди, которые доходят постепенно, а есть люди, которым это надо объяснять, показывать для того, чтобы они поняли, иначе у них понадобится еще тысячу лет для того, чтобы развиться до осознания. Тогда очень прямой вопрос. Он писал это для тех, кто дошел до этого? Он писал это, да. Исходя из того, что он писал уже о своем поколении, в котором он жил, что уже начинается последнее поколение, то исходя из этого мы можем понять, что он писал для самых продвинутых людей, которые, как обычно, ведут в авангарде человечество за собой, и человечество идет за ними. Так что надо заранее показывать человечеству его будущие ошибки, чтобы оно уже не ступало в эти проблемы, и чтобы оно, исходя из этого, шло уже за развитыми людьми. Вот что он пишет, что такое последнее поколение, его формулировка. Этическая форма, определяющая жизнь всех народов, должна прежде всего обязывать их представителей к отдаче ближнему по принципу, в скобках, когда жизнь другого важнее собственной жизни. Люби ближнего, как самого себя. Вот его определение последнего поколения. Да. Он говорит обо всех народах. Очень просто. Все народы должны прийти к выполнению этого высшего закона природы, который соединяет все части природы и под собой, в том числе неживую растительную, животную, в одну единую систему. Это обязан сделать человек. Вот все-таки у него в скобках существует такая фраза, когда жизнь другого важнее собственной жизни. Это и называется возлюбие ближнего, как себя. То, что он объясняет в статье о работе, как поручительство. Что возлюбие ближнего, как себя, это значит более себя. Потому что достижение правильной связи с ближним, это ведет тебя к возвышению над своей животной жизнью. Поэтому сказано, что выше себя. Цель нашей сегодняшней программы – это показать, как будет выглядеть последнее поколение в последней стадии уже его развития, когда оно уже будет на конечной стадии. Сформировано и развито до самого своего окончательного вида, формы. До окончательной формы. И мы для этого подобрали несколько цитат, несколько утверждений Баля Суляма, согласно различным аспектам, категориям. Допустим, законы, общество, суды. И вот хотелось бы понять, что имел в виду Баля Сулям, когда он писал эти утверждения. Допустим, первая категория, которую мы отобрали, это каббалистические законы, одинаковые для всего мира таковы. Принятие законов альтруизма, основывающихся на любви ближнему в буквальном смысле. Да. Что такое в буквальном смысле? То есть, на самом деле, так, как и сказано. То есть, мы должны достичь такого состояния в себе, своим исправлением, чтобы ближний был дороже меня самого. Но это трудно объяснить людям, и совершенно непонятно и нереально. А из каббалы это следует, когда начинаешь развиваться под воздействием этих высших сил, которые должны привести человечество к состоянию возлюбий ближнего, то раскрывается очень простое соответствие, связь. Твое отношение к ближнему определяет твое отношение к Творцу. Твое отношение к себе определяет твое отношение к себе, как к животному. Значит, человек начинает разделять себя на себя, как животное, и на себя как подобие Творцу. Так вот, достичь подобия Творцу, то есть, встать на ступень Творца, зайти на такую ступень, со своей животной ступени, ты можешь только в том случае, если ты начинаешь работать над другими так, что ты относишься к ним больше, внимательней, лучше, более любя, чем самого себя. Это выражает твое отношение к Творцу. Дело не в ближнем, а в том, что ты себя таким образом поднимаешь на духовный уровень, на божественный уровень. Это интересно, когда вы говорили сейчас, законы вот эти, это не то, что человек будет себя насиловать, как бы действовать согласно законам, это будет его природа уже. Конечно. Он будет понимать, он будет это всё видеть, ощущать, и общество будет настроено таким образом, что оно будет объяснять, обучать, человек будет участвовать в определённых занятиях, мероприятиях, в которых он будет осознанно это всё адаптировать в себе. То есть все институты, которые будут в последнем поколении, суды, школы и так далее, это всё для того, чтобы помочь человеку выйти из этого самолюбия на более высшую стадию природы? Да, только ради этого. А как насчёт того, что ведь вместе с этим будет раскрываться также эгоизм более сильный? Он будет раскрываться именно в той степени, в которой можно будет над ним приподняться на следующую духовную ступень. То есть я ненавижу ближнего ещё больше, и я смогу таким образом подняться над этим и возлюбить его ещё больше. И это различные институты могут помочь человеку к этому прийти, да? Почему различные? Например, суды. Он пишет, скажем, насчёт судов. Он пишет, что все разногласия, которые будут между человеком и человеком, он пишет вот так. Суды заняты в основном выдачей почётных званий, указывающих на меру отличий каждого человека в отдаче ближнему. Каждый, кто использует... А, вот так он пишет. Каждый, кто будет использовать праведность своего товарища или его слабо себе во благо, будет осуждён коллективным мнением общества. То есть воспитание человека, оно будет коллективом. Только лишь коллективом. Без всяких тюрем и других наказаний. Мы видим, как они и сегодня ничего не могут сделать. Они только усугубляют проблему. Поэтому всё будет отдано в руки общества, правильного, исправленного общества, которое будет в себе перемалывать каждого такого вот ещё неисправленного элемента, и правильно, чётко, направленно. И человек должен будет это осознать, учиться. Он попадает в такую среду, в которой у него не остаётся никакого другого выхода. Он должен будет поступать верно. А что человек выигрывает, если он соглашается с решением суда? На него никто не давит. Суд, скажем, как-то различные разногласия. Скажем, не знаю... С кем никто не имеет дела? Очень просто. С кем никто не имеет дела? С человеком, который не желает подчиняться общим указаниям общества. С ним никто не имеет дела. С кем он как отшельник в этом? Да, он не как прокажённый. Как прокажённый. Мы с вами говорили, как-то в Торе написано прокажённое. Вот это и есть. Степень эгоизма, которая заражает и должна быть отдалена. Да, мы это объясняли. Да. Он пишет, что не согласен с мнением суда, будет осуждённым мнением общества. И не более. А не надо больше ничего. Это самое худшее. Это самое худшее. Представь тебе, что все газеты, телевидение, всё вокруг, и все соседи, и везде, и всё тебя осуждают. Ну, ты приходишь домой, и тебе маленький, допустим, десятилетний сын говорит, а мне в школе товарищи там что-то говори, говорят, что у тебя такой-то папа. Ты представляешь, что это значит? Ничего больше не надо. Это хуже всяких других наказаний. То есть мы говорим, если, допустим, так вот говорим, поселение последнего поколения, да, и там существует вот один такой, скажем так, в кавычках или не в кавычках, прокажённый, который не соответствует закону отдачи, любви, не хочет этому соответствовать. Может быть, нам надо будет сделать такого специально, театральным образом, артиста. И на нём отрабатывать, да? Нет, не нам на нём отрабатывать, чтобы он был примером для других. Что так нельзя, да? Да, да, чтобы не гоже было остальным. И вот он будет отстранён, и общество будет от него отворачиваться. Да, да, да. Потом он исправится, ему всё устроит. За счёт чего он исправляется? Вот скажите мне. Вот такой человек... За счёт влияния общества. А что же? Все эгоисты. То есть, ну, он особый эгоист. И, кстати говоря, после исправления такого он может быть выше остальных. То есть, так низко упал, и поэтому можно так высоко подняться. Я бы хотел всё-таки от законов суда, вот всё-таки прийти к базовым законам, которые пишет Баля Сулам у себя. Базовые такие, очень как глыба стоящие законы, альтруизма, основанные на любви к ближнему буквальном смысле. Вот он пишет. «Работать на благо людей, в меру сил, и сверх того, если потребуется, пока не исчезнет в мире голод и жажда». Вообще замахивается. Нет, тут не замахивается. Нам просто непонятно мировоззрение человека, которое идёт к этому состоянию. Он видит во всём мире деяние Творца, которое он должен исправить, и таким образом достигнет слияния с Творцом. И поэтому не его любовь к ближнему, не нужна ему любовь к ближнему и ближней вообще ничего. Этому человеку. Да. Он должен достичь слияния с Творцом. И любовь к ближнему, она становится для него на первом этапе как средство достижения этой ступени, великой ступени вечности, бесконечности, совершенства. И поэтому он устремляется к этому. И поэтому любовь к ближнему – это становится его инструментом. А когда он начинает этим заниматься, он видит, что нет, это не инструмент, что это само на самом деле поле деятельности, и в нём он сливается с Творцом. А вот скажите, пожалуйста, вот здесь работает на благо людей в меру сил и сверх того, что это за сверх... То есть, как это сказать? Ещё добавлено, если потребуется. Если я могу где-то достать, где-то попросить, помолиться новым силам, новым возможностям на благо других, и не ради себя. Ради себя я не заботюсь вообще ни о чём. Потому что всегда в таком случае, если я нахожусь в отдаче, я уверен, что на необходимое мне всегда будет. И поэтому я об этом не думаю просто. А занимаюсь только этим вот... На благо людей. Да. От себя. Есть такие интересные рассказы хасидского типа. Но тут есть ещё какая-то цель. Пока не исчезнут в мире голод и жажда. Вот объясните вот это, пожалуйста. Ну, пока не исчезнет в мире вообще потребность людей в том, чтобы себя каким-то образом насытить. Да. Голод и жажда. Насытить себя. Когда человек даже о таких потребностях не будет думать вообще. А что тогда? Только в отдаче. И мир переходит в иное состояние. Даже о необходимом я не думаю, да? Вот мне необходимо покушать и покушать. Это необходимое улетучивается. И мы начинаем переходить в такое состояние, когда нет пищи, нет этого мира, нет физиологии нашей обычной, ничего этого нет. Потому что исчезают эти эгоистические потребности, перекрываются любовью и взаимным участием друг с другом. Таким образом, что они просто исчезают. Наш мир исчезает из нашего ощущения. Вот это он и на уйду, да? Да. Он пишет об этом в других местах. Это круто. Да, вот так он пишет. Хорошо вести такое правило, чтобы никто не требовал от общества удовлетворения своих нужд, но чтобы были ответственны и обходящие всех, дабы изучить потребности каждого. Они-то со своей стороны обеспечат человека. Таким образом, мысли каждого будут устремлены лишь на отдачу ближнему. И он никогда не будет нуждаться в том, чтобы думать о собственных нуждах. Да. О рвоте, то есть поручительство такое. А кто это обходит вообще всех и узнает их нужды? Никто не обходит. Мы находимся в связи между собой сегодня физической. А так, когда мы будем находиться в связи между собой в мыслях, в желаниях, то это будет понятно и видно всем другим. Кому сколько надо для его просто… Вот как они думают и желают в мысли и в сердце, так ты будешь чувствовать. Вот так они и будут получать на самом деле. Это будет раскрыто всем. Вот как он думает… Ужасный мир, да? Все мысли раскрыты, как вы когда-то сказали. Мысли, все желания сердца и все мысли разума, все это будет раскрыто. Ты начнешь ощущать эту ступень. Вы когда-то задали вопрос такой, а вот если бы тебе сказали сейчас, вот готов ли ты сейчас, что твои мысли, все транслируются. Это ужасно. Я задумался. Тут нечего задумываться. Я не то, что задумывался. И тогда ты… Ты можешь думать, что хочешь, я точно отказываюсь. И тогда ты точно, духовно, мы все, вот решай. Это драматическая ситуация, настоящая. Человек вообще… Сейчас вот транслируются мои мысли. Ну, и что? Это бывает. То есть это… Это страстно. К этому надо готовиться, и это непросто. Потому что человек на сегодняшний день еще не знает своих мыслей. Если бы они тебе действительно раскрылись, не смог бы их выдержать от ужаса. Ну? Хотелось вообще, на самом деле, вот сказать, что в мире голод и жажда – это определение того, что человеку не будет ничего надо земного, что он у него будет устремлен к чему-то духовному уже. Да. То есть такое впечатление. На самом деле, я хотел спросить, если бы Баля Сулям писал это сегодня, до сих пор существовало бы это выражение «в мире голод и жажда», а вообще это другой уровень… То есть то, что он рассказывает… Другой уровень потребностей. Другой уровень вообще определения. То есть не голод и жажда земные, а голод и жажда уже другого уровня. Нет, но здесь говорится о земных. Пока они исчезнут в мире голод и жажда, он имеет в виду эгоистические основные потребности. А вообще голод и жажда неземные, духовные, они никуда не исчезают, наоборот. Увеличиваются. Они увеличиваются и бесконечно. Вот такая цитата, если продолжить. Каждый, согласный альтруистическим принципам, обязан усердствовать в том, что всё более и более поднимать уровень жизни мира. Так, чтобы все люди наслаждались своей жизнью и получали от жизни всё большую и большую радость. Но не имеется в виду Голливуд в каждой деревне. Ты понимаешь? Да. А имеется в виду, что настоящее наполнение человека, оно действительно становится возможным каждому человеку. Вот ощущение такое, что как бы от Творца приходят вот эти слова. Знаете, вот стоит глыба, Барусулам такая, и выдаёт. Да, он оттуда и выдаёт, конечно, потому что есть постижение своего. Есть дальше, он пишет, что то же самое по отношению к духовному, что не каждый обязан заниматься духовной работой, а именно избранные люди. Вот что это такое? Ну, а потому что не все люди, есть 600 тысяч душ и ещё их различные части. И нет здесь никаких возможностей сделать всех одинаковыми. Каждый из нас, он является частичкой из этой общей души. Каждый из нас через свою частичку ощущает общую душу. То есть в итоге мы постигаем абсолютно всю эту общую душу, называемую Адам. Но каждый постигает, исходя из своей исконной части, корневой. И поэтому есть такие души, которые относятся к головной части этой единой души, к её телу, что называется. И только те, которые относятся к головной части души, они способны заниматься постижением Творца, но они также обязаны передавать всё это нежестоящим душам по иерархии и так далее. А в итоге, когда система приходит к своему завершению, то она получается круглой, интегральной. И нет разницы, кто какое место занимает. Абсолютное объединение и равенство. Ну что, вот это первый принцип. Ещё есть один принцип. У нас есть ещё время немножко, если можно, посмотрим. Кроме того, я хотел спросить, это то, что Торин написан Левим, Коэны, это всё вот эти вот, да, особые части души? Ну да, да. Это надо отдельно разбирать, да. Ну тогда пойдём. Второе. Несмотря на то, что человек является усердным работником, он не будет довольствоваться обществом больше, чем отстающий, чтобы уровень жизни был одинаков для каждого. Ну это естественно. Это принцип равенства. Да, это нам понятно. Тут ничего особенного нет. Если мы говорим о обществе совершенном, то естественно каждый получает по потребностям. То есть общество это будет равняться по-последнему, получается так, да? Нет. Или нельзя будет? Нет, мы не можем сказать, если тебе надо что-то одно, а мне что-то другое для моей жизни, как в духовном постижении мы различны, так и в материальном мы различны. И поэтому каждый должен получать то, что ему положено, согласно его духовному или физиологическому происхождению. Никто с этим вообще не может спорить, потому что это всё исходит из высшего корня. И он будет довольствоваться вот этим вот состоянием, что он получает даже меньше. Чем-то другой? Да. Ну а почему нет, если на самом деле... Каждый вообще будет в получении, каждый будет себя ограничивать. В отдаче он будет стремиться делать как можно больше, потому что таким образом он постигает общую душу и в ней творца. Поэтому не надо будет здесь... Это последнее поколение на разных стадиях его. Но в принципе всё должно достичь такого состояния, когда люди вообще будут сами из бесконечного большого выбора выбирать себе то, что им необходимо. Потому что всё остальное они не будут чувствовать в этом потребности. И в этом будет их радость, да? Да. Что они могут вот это всё делать и делают это, да? То есть наслаждение, которое они будут получать, это наслаждение от слияния с Творцом. Да. Это то, что мы вообще сегодня утром учили на уроке. Ну это вообще корень всех наслаждений, поэтому он прикрывает всё. Да. А вот... То есть и будет конкуренция. Он пишет, что будет большая конкуренция среди них в поле деятельности по отдаче ближнему. Вплоть до того, что большая их часть подвергает себя смертельным опасностям, так как общественное мнение с исключительным воодушевлением ценит и очень уважает почётные звания с высокой ступенью отдачи ближнему. Я считаю, что надо хорошо разобраться в этом во всём. Это очень острые тексты. Они верные, но их надо дополнять, их надо... Надо читать весь документ. И тогда можно понять точно, о чём он пишет, что он позоверяет. Иначе это кажется чем-то очень эгоистическим и конкурентным, и неверным, в общем. Нас интересует такой вопрос. Вот мы смотрели принцип, чтобы каждый работал по способностям, получал по потребностям. Балли Салам ставит его как корону всему последнему поколению. То есть конечный этап эртруистического коммунизма — это когда каждый из нас будет работать по способностям, получать по потребностям. Почему вот так он к этому принципу... Ну, это принцип ещё и Маркса, и вообще всех идеалистов. Понимаешь ли, тут нечего сказать. То есть он выкладывается... Относительно нашего эгоизма, это самый идеальный принцип. То есть поскольку у тебя есть необходимые физиологические потребности, ты должен их наполнить, потому что твоё тело относится не к человеческому твоему уровню, а к животному. Поэтому надо ему дать то, чего оно хочет, в том отношении, как вот животное. У животного есть инстинкт. Он не съест больше, чем ему надо. Он не будет спать 20 часов в сутки, а сколько надо, и так далее, и так далее. У него это всё построено на чётком эгоистическом животном инстинкте. У нас это построено на человеческом эгоизме. И поэтому мы в этом не ограничены. Мы желаем весь мир. Зачем? Ты себя при этом губишь. Не важно, я желаю. Вот это проблема. И поэтому общество должно помогать человеку найти вот эту среднюю линию. То есть он выкладывается полностью по своим способностям? Да. Ему таланты только для этого и должны, чтобы он выложил их всех. Всё, что мы получили от природы, то есть от Творца, мы получили только для того, чтобы правильно вести себя относительно того же Творца. То есть оптимально использовать всё, исходящее от него к нам. И на животном уровне, и на духовном, человеческом. То есть он выложил полностью это и дальше получает по потребностям. У него из этого огромного, огромной возможности есть только его узкий вот этот, да, такой спектр, который ему необходим, ему больше ничего не надо. Да, это он выбирает сам. И он выбирает, и ничего не требует больше. Да. И это вот такой, вот так он воспитан, этот человек, да? И не может он взять больше, да? Никак. Он не желает. Почему-то не может. Не желает. То есть у него не будет никаких поползновений у этого человека взять больше. Ну, это естественно. Зачем говорить об этом? Это следствие уже воспитания его духовного уровня. Понятно. Ну, на этом мы сегодня закончим нашу передачу. Спасибо большое, дорогие друзья. Видите, будем двигаться за последним поколением. Понимать, что это такое. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok